так ну вот заехал ко мне такой почтальон печкин занял мне весь гараж будочка это но в принципе он в лес как раз если мне эта подножка принципе она тоже не мешает особо так ну в общем его надо весь поварить покрасить вот эти вот все убрать чудеса вентиляционные самая главная проблема это вот здесь естественно по той простой причине что вот он вин номер здесь находится и тут же табличка так ну вот эти косынки трогать я не буду вот эта оцинковка она здесь нафиг не нужна это скатывать просто видно тележки тут вот сделано это я уберу и срежу часть наверно только полов и вот это не буду трогать вот поэтому это должно быть тут заодно целое чтобы не было претензий у барбосиков минтосиков ну вот все вот эти дыры надо задел но это заварю это не страшно серверу самая главная проблема там и проблема проблема еще вот она где вот выгнила где неподвижная серьга неподвижная серьга поэтому принципе здесь парами более-менее нормально парами более-менее нормально а тут гофра проржавела гофра я понял так что вообще вот такой вот бускин они мне очень нравятся эти спринтера потому что у меня такой же желтый только помоложе немножко не такой бульдожкин ну ничего будем будем снимать бампер для начала так так но скинул я ему бампер принципе тут скидывать то его было на двух саморезах по краям он крепился ну что я и приожидал вот видно из-за того что здесь вот лопнула вот трещина пошла и только на верхних на верхних полочках на верхних лонжерона держится он естественно его рессора выдавила вперед вот это видно вот где крепление бампера было это на выдралась из бампера тоже вот эти креплелки а вот поэтому и колесо здесь подошло очень близко вот на два пальца если посмотреть на ту сторону то здесь открыла вот целая ладошка остается поэтому уже мост передняя балка она стоит криво вот что я попробую я сделаю естественно поддомкратить цепями не знаю получится или нет да вот схватить передний мост и может быть получится у меня прицепить вот за эту вот серьгу неподвижную ну да вот под домкратить между лонжероном и мостом ставить домкрат ну да можно там где выше и это и начать выдавливать чтобы неподвижная серьга будет цепью скручена и его сюда попробую поддать потому что вот это надо обязательно выбрать чтобы колесо весь мост выровнять а потом тут уже сваривать вот либо отцепить его совсем потому что вот он видно что его вот эта часть коренной под корешок тут принципе близко подошел и хихих ну ладно сейчас чего-нибудь придумаем не было такого чтоб мы ничего не придумали я думаю что все таки я выровняю и а куда деваться так но в принципе мои предположения оправдались это что я сделал все получилось то есть вот цепью я связал серьгу подвижную и с неподвижной задней потянул то репом поднял колесо снял колесо то есть поднял автомобиль снял колесо и между лонжероном и рессорой поставил еще один домкрате гидравлические натянул и все передняя серьга неподвижная выправилась и вот этот металл который здесь лопнувшим он подошел вот в принципе все так как я и предполагал все получилось выровнялась передняя панелька вот это вот вот крепление бампера тоже ровно стало в общем все стало ровно немножко я перетянула сейчас я буду отпускать потихоньку и он вернется назад вот да и сейчас я понимаю что изучение сопромата мною нелюбимого а все время меня выручает а по той простой причине что сопромат преподавал наш классный руководитель мореходки в которой я учился теперь меня это выручает балка защемленным концом деформацию которую я придал и домкратом она выправила то что мне нужно так упс потихоньку отпускаем все достаточно вот поэтому все если смотреть по в параллели той все хорошо сейчас я это все отрежу и здесь поставлю толстенький металл вот и не надо будет снимать не надо будет снимать рессору что я и боялся тут конечно все вот сверху выгнила но я это сейчас вот это крепление бампера сниму и все тут переварю заново по новой самое главное я выправил вот эту серьгу николай иваныч большой вам респект за сопромат николай иваныч симонов был у нас такой преподаватель может конечно есть не факт что он преподает но респект в общем так ну в общем мир место подготовил все здесь выгреб вот внутренний усилитель есть почему он там вверху стоит на не внизу потому что ну естественно давление то она вот сюда получается здесь одна площадка выгнила и заворачивает и ну ладно собственно это ничего страшного вот из вот такого позу такой полосы сделал я элементе там как раз сюда подходит хотел вот так сделать а вот и заварить его вот с этой стороны но только один шов будет держать его тут косынки поэтому я подумал так я наверно вот так наложу его вот и естественно проварится вон здесь здесь вот и смотри его в ту правую а потом закройте в окошке ну естественно вот здесь он тоже приварится по торце вот по краям возможно еще косынки кину к нему от этих боковых щечек не все и будет он стоять я думаю еще не знаю лет десять если не больше естественно активный антикор как обычно я туда его заправлю пропитает он металл шуфарочные швы вот поэтому металл тут толстенный наверное миллиметр два с половиной вот и все будет симпатично аккуратно вообще без проблем будет как новый ну сейчас буду делать так ну все заварил я здесь все очень даже прилично вышло мне нравится так вот здесь тоже сейчас возьму палочку вот если видно вот эту косыночку поставил нижней планочки от верхнего это внутреннего усилителя чтобы он не просто болтался вверху тоже работал с нижней планкой так ну и с этой стороны тоже все за дело на все готово сейчас будем разгружать ставить сейчас кстати посмотрим как это сработает сейчас мы посмотрим как это сработает все на месте все на месте но самое главное мы поставим сейчас колесо и померяем сколько у нас вот здесь вот расстояние сейчас буду делать колесом так что вот колесо я поставил на место сразу видно что все как положено все как на той стороне расстояние как и положено он так и по борзе кому встал честно прижмем немножко теперь видно что все стоит на своих местах все ровно еще заварено поэтому сейчас сделаю еще и на этой стороне хоть тут и целая но поржавела не будем доводить доводить пока она не вылетела также как и на той стороне так что сейчас все сделаем ну что мне очень нравится мне очень нравится цепи я вот она снял я их вот и серьга стоит как положено не видно тут назад смотрит так же как и на той стороне так что я думаю что мост а не думаю но видно что мост ровненько стоит за исключением надо будет делать развал наверное все равно а там кто его знает может не надо колеса она нет стоят нормально так ну ладно дальше будем делать ту сторону это готово так ну вот я перешел уже на левую сторону этот лонжерон вот эту в планочку я уже сделал ну вот она стоит вот на том я просто не снимал внутренний вот этот усилитель который идет внутри он просто болтается наверху и низ он не держит поэтому я поставил пластинку вот она и сейчас ее приварю а потом закрою вот это вот окошечко и верхний усилитель который чтобы он не болтался просто там кричу он там держит наверху не понять может конечно он какие-то функции выполняет вот но он еще будет работать и внизу поэтому вот он он я его поставил сейчас я его приварю ну вот и эта сторона готова получилась она более эстетичнее будем так говорить более может аккуратнее хотя и та сторона нормальная ну просто уже делается как бы второй раз по времени быстрее на получилось но функционал ее как бы тот же даже защищать тут не надо покроется тут антикором и все нормально сейчас вот это вот одену рулевую не можно в путь так ну все закрываем эту лонжероны закладываем вот такой вот никогда не заржавеющий антикорпус на него так сейчас намотают и прям вот этой вот лопатой туда активно через фотоаппарат не видно конечно да вот и всю вот эту вот не ржавчину а металл весь конечно он тут ржавчина взялась но в принципе живой нам самое главное сохранить то что я сварил ну и вот такой вот силиконовая смазка обычная вот ее прям туда она тоже везде проникнет протечет вот ну и на эту сторону я уже заложу вот поэтому будет таким своего рода консервантом пахнет он вкусно недорого стоит я не помню сколько это рублей 70 по-моему вот сейчас буду ставить вот эту вот переднюю панель которая держится радиатор ее пришлось тоже варить вот я ее тут уже обработал вот так что все нормально низ вот этот самый главный можно сказать сделанный и им мы мы